Тема смерть. Если пометование о смерти смиряет человека, тогда вся его инициатива будет равна нулю. Если бы все так смиренно воспринимали неизбежный свой исход, то что вообще изобрело бы человечество, так и жили бы в каменных трущобах? Вот какой вопрос. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По большому счету, если жить для Царствия Небесного, то очень многого и не нужно было бы. Простое дело машина. Но посмотрите, сколько их на улице. Неужели они все нужны и без них так трудно день прожить? А люди сами поставили себя в зависимости от многих факторов и от многих незнаемых ими людей. Бензин, продукты далеко не первой необходимости. Когда на то нет Божьего согласия, как не страдай, она любя, душа, увы, не выстрадает счастья, не может выстрадать себя. Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, и одной дышала и болела, «Господь тебя благослови! О, милосердный, всемогущий, он греющий свой им лучом, и пышный свет на воздухе цветущий, и чистый перл на дне морском». 1865 год. Ф. Етючев. Экклесиаз 6.3.7 «Если бы какой человек родил сто детей, и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, и душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы... Простите. «Еще умножились бы дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, его имя покрыто мраком, он даже не видел и не знал солнца, ему спокойнее, нежели тому, а тот хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место, все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Я шагал по земле, была зябка в душе и окрест, я тащил на усталой спине свой единственный крест. Было холодно так, что во рту замерзали слова, и тогда я решил этот крест расколоть на дрова. «Я разжег, и разжег я костер на снегу, и стоял, и смотрел, как мой крест одинокий удивленно и тихо горел. А потом зашагал я опять среди черных полей, нет креста за спиной, без него мне еще тяжелее». Роберт Орождественский. Псалом 30, стих 20. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Сирахов 41.1 «Много трудов предназначено каждому человеку, и тяжело иго на сынах Адама со дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к матери всех. Креста, игорь, 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 игорь. Люблю сей божий гнев, люблю сей незримо во всем разлитое таинственное зло, В цветах, в источнике прозрачном, как стекло, и в радушных лучах, и в самом небе Рима, та, ой, все та же высокая безоблачная твердь, Все так же грудь твоя легко и сладко дышит, все тот же теплый ветер, верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все есть смерть. Как ведать может быть и есть в природе звуки, благоухания, цветы, голоса, предвестники для нас последнего часа и усладители последней нашей муки. И имя-то судеб посланник роковой, когда сынов земли из жизни вызывает, как тканью легкую свой образ прикрывает, да утаит от них приход ужасный свой. 1830 год. Тюльчев. Третья езда в 12.34. Он по милосердию избавит остаток народа моего, тех, которые сохранились в пределах моих, и обрадует их, доколе не придет конец день суда, о котором я сказал тебе вначале. Мужичка бедняка Господь Бог наградил, душу теплую дал и умом наделил. Да злодейка нужда, и глупа, и сильна, закидала его ссором грязью она. Едким дымом в избе, и курной, и сырой, выедает глаза души до зимней порой. То работа в нем в мочь, то расправа и суд, молодца силача в три погибели гнут. Присмирел он прийти, хреческу поведет, из-под лобья глядит, силу в землю кладет. Захерей его, конь, бедный черт виноват, плаксу бабу бронит и голодных ребят. Пропадай, дескать, все, на печь ляжет ничком, вихрь крышу развей, с горя все ни почем. А как крикнут пожар, не зови и не тронь на чужое добро, рад и в дым, и в огонь. Коль хмель в голове загуляет душа, тут и горе прошло, тут и жизнь хороша. На дворе под дождем он зипун распахнет, про леса и про степь да про Волгу поет. Просыпался, где упал, и притих он опять, перед всеми готов шапку рваную снять. Схватит немочь, молчит, только зубы сожмет, скажет, смерть подошла, он рукой махнет. 1857 год, И.С. Никитин. Притчи 31.6 Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. 1 Коринфянам 4.10 Мы безумны христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Не дай мне Бог сойти с ума, нет, легче посох с ума. Нет, легче труд и глад, не то чтоб разумом моим я дорожил, не то чтоб с ним расстаться был не рад, когда б оставили меня на боли. Как бы резво я опустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез. Я б заслушивался, и я б заслушивался волн, и я глядел бы счастья полн в пустыне небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят нацем дурака, и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я, не голос яркий соловья, не шум глухой дубров, а крик, товарищи моих, на брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков. 1833 год. Александр Сергеевич Пушкин. Первое царство, 21-13. И изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. Деяния, 17-27. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Не рыдай так безумно над Ним, хорошо умереть молодым, Беспощадная пошлость ни тени положить не успела на нем. Становись пред Ним на колени, Украшай его кудривенком, Перед Ним преклониться не стыдно, Вспомни, сколько пали в борьбе, Сколько раз уже было тебе за великое имя обидно. А теперь его слава прочна, Под холодную крышкой гроба, На нее не наложит пятна, Ни ошибка, ни сила, ни злоба. Не хочу я сказать, что твой брат Не был гордой волей богат, Но ты знаешь, кто ближнего любит, Больше собственной славы своей, Тот и славу сознательно губит, Если жертва спасает людей. Но у жизни есть мрачные силы, У кого не слабели шаги, Перед дверью тюрьмы и могилы. Долговечность и слава враги. Русский гений Издавна венчает тех, Которые мало живут, О которых народ замечает, У счастливого, Не другим рут, У несчастного, Друг умирает. 1868 год. Некрасов. Евангелие от Матфея 24, 14. И проповедана будет сей Евангелие Царствие по всей вселенной Во свидетельство всем народам, И тогда придет конец. 1 Коринфянам 15, 24. А затем конец, Когда он предаст царство Богу и Отцу, Когда упразднит всякое начальство И всякую власть и силу. Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытый окон», Том 26, вопрос 3854. Тема «Смерть». Есть такое выражение, Что о мертвых говорить только хорошее Или ничего не говорить. Правильно ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Абсолютно неправильно. В Библии описывается, Что и после смерти о человеках Говорится то, каков он был при жизни. Хотя и тут были исключения. Второе царство, 1.23. Саул и Иоаннафан, Любезные и согласные в жизни своей, Не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, Сильнее львов они были. И гроб опущен уж в могилу, И все столпилось вокруг. Толкутся, дышат через силу, Вспирает грудь тлетворный дух. И над могилой раскрытой В возглавии, где гроб стоит, Ученый пастор, Сыновитый, И речь погребальную гласит. Вещает бренность человечью, Грехопадение, Кровь Христа, И умною, Престойная речью, Толпа различно занята. А небо так нетленно чисто, Так беспредельно над землей, И птицы реют голосисто В воздушной бездне голубой. 1836 год, Ф. Етючев. Псалом 108, 14, 17. Да будет воспомянуто пред Господом Беззаконие отцов его, И грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, И да истребит он память их на земле, За то, что он не думал оказывать милость, Но преследовал человека бедного и нищего, И сокрушенного сердцем, Чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, Оно и придет на него. Не восхотел благословения, Оно и удалится от него. Сирахова, 24, 35. Она оставит память о себе на проклятие, И позор ее не изгладится. Каждый год и цветет, и отцветает миндаль, Миллиарды людей на планете успели истлеть, Что о мертвых жалеть нам? Мне мертвых нисколько не жаль, Пожалейте меня, Мне еще предстоит умереть. 1929 год, М. Светлов Третье царство, 13, 2 И произнес к жертвеннику слово Господня и сказал, Жертвенник, жертвенник, Так говорит Господь, Вот родится сын Дому Дамидову, Имя ему Иосия, И принесет на тебе в жертву священников высот, Совершающих на тебе курение, И человеческие кости сожжет на тебе. Как обещала, не обманывая, Проникло солнце утром рано, Косою полосой шафрановую От занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою Соседний лес, дома поселка, Мою постель, подушку мокрую И край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу Слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы Шли по лесу вы друг за дружкой. Вышли толпою, Врось и парами, Вдруг кто-то вспомнил, Что сегодня 6 августа, По-старому преображение Господне. Обыкновенно свет из пламени Исходит в этот день с фавора. Простите. Обыкновенно свет без пламени Исходит в этот день с фавора. И осень яская, как знаменье, К себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий, Нищенский, ногой трепещущий ошальник, В имбирно-красный лес кладбищенский, Горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами Соседствовало небо важно, И голосами петушинными Перекликалась даль протяжно. В лесу казенной землемершию Стояла смерть среди погоста, Смотря в лицо мое умершее, Чтобы вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически Спокойный голос чей-то рядом, То прежний голос мой правический Звучал нетронутый распадом. Прощай, лазуй преображенская И золото второго спаса, Смягчи последней лаской женскую Мне горечь рокового часа. Прощайте, годы безвременщины, Простимся без неунижений, Бросающая вызов женщина. Я поле твоего сражения, Прощай, размах крыла расправленный, Полета в вольное упорство, И образ мира в слове явленный, И творчество, и чудотворство. 1953 год, Борис Пастернак. Второе послание Петра, 1, 15-16. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия Всегда приводили это на память, Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Нехитросплетенным басням последуя, Но быв очевидцами Его величия. И всюду клевета сопутствовала мне, Ее ползучий шаг я слышала во сне, И в мертвом городе под беспощадным небом, Скитаясь наугад за кровом и за хлебом, И отблески ее горят во всех глазах, То, как предательство, то, как невинный страх. Я не боюсь ее, на каждый вызов новый Есть у меня ответ, достойный и суровый, Но неизбежный день уже предвижу я, На утренней заре придут ко мне друзья, И мой сладчайший сон рыданием потревожат, И образок на грудь остывшую положат. Никем незнаемо тогда она войдет, В моей крови ее неутоленный рот, Считать не устает небывшие обиды, Вплетая голос свой в моленья панихиды, И станет внятен всем ее постыдный бред, Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед, Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело, Чтоб в последний раз душа моя горела Земным бессилием, летя в рассветной мгле, И с дикой жалостью к оставленной земле. И дикой жалостью к оставленной земле. Деяние 9.39 Петр А че ж ты автор-то не наживаешь и год? 1922 год, Ахматова Деяние 9.39 Петр, встав, пошел с ними, И когда он прибыл, ввели его в горницу, Все вдовицы со слезами пристали пред ним, Показывая рубашки и платья, Какие делала серна, живя с ними. Когда великое свершалось торжество, И в муках на кресте кончалось божество, Тогда по сторонам животворящего древа Мария-грешница и Пресвятая Дева Стояли движены, В незримую печаль покружены. Но у подножия, а теперь креста чеснага, Как будто у крыльца правителя городскага, Мы зрим, поставлено на место жен святых, В ружье и кивери два грозных часовых. К чему, скажите мне, хранительная стража, Или распятие, казненная поклажа, И вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей, Или покровительством спасаете могучим Владыку тернием венчанного колючим Христа, предавшего послушно плоть свою Бичам, мучителям, гвоздям и копию? Или опасаетесь, чтоб черня скорбила Того, чья казнь весь род Адамов искупила, И чтоб не потеснить гуляющих Господь, Господь пускать неверенно сюда простой народ. 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, Что Христос умер за нас, Когда мы были еще грешниками. Евреям 9.15. И потому Он есть ходатай Нового Завета, Дабы вследствие смерти Его, Бывшие для искупления от преступлений, Сделанных в Первом Завете, Призванные к вечному наследию, Получили обетованное. Когда колокола торжественно звучат, И ухо четкое услышит звон их дальний, Невольно, думаю, печальною объят, Как будто песни погребальные. Веселым звуком их внимаю грустная, И тайным ропотом полна душа моя. Да, умер он давно замолк язык народа, Склонившего голову под тяжкий царский кнут. Но встанет грозный день, Но воззовет свобода, И камни в вопли издадут, И расточенный прах, И кости исполина Совокупит опять Дух Божий воедино. И звучным голосом он снова загудит, И в умный судный день В расплаты час кровавый, В нем новгородская душа заговорит, Московской речью величавой. И весело тогда на башнях и стенах Народной вольности завеет красный стяг. Аполлон Григорьев Исход 29.15 Горе тем, которые думают скрыться в глубину, Чтобы замысл свой утаить от Господа, Которые делают своя свои во мраке, И говорят, кто увидит нас, И кто узнает нас. 1 Коринфянам 4.5 «Посему не судите никак прежде времени, Пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке, И обнаружит сердечные намерения, И тогда каждому будет похвала от Бога». На сегодня все. Спасибо, Христос, за внимание. А ты не знаешь, там много осталось или нет по теме смерти? Сейчас глянем. Слава Божьей Бога. Ну, да, вот на завтра как раз. Как раз. То ты какой-то избираешь себе, Нет, дальше ты какой будешь? А то я тебе предложу одно. А я же избрал, я вам написал, Семьи пропускаю, и дальше иду. Сейчас глянем. Ну, правильно. Там можно пока, Если у тебя полностью до смерти выбрано, Дальше пойду священству. Тут одна есть такая тема, Которую я так уже думал сегодня, То тебе только, ты только на это пойдешь. Что-то у тебя мелко здесь. Плохо вижу. Подожди, выключатель. Выключай. Постой. Все, все, все. Вот. Разбор выступлений, 41-е. Я тоже про это подумал. Кроме меня... Я считаю, ты самый плодотворный здесь, А эта тема большая. Да. Тем более, ты склонен к этому. Разбирается там выступление патриарха И разных священников. Богатый-богатый. Да, я хотел у вас ее попросить, И вы видите, вы сами тут как-то голосоваете. Но я тебе отдам, потому что ты самый плодотворный. Больше всего выпускаешь. На меня сегодня все скинь, но не больше пачки, чтобы 10-15. Иначе у меня путаница сразу. Она не принимает больше. И ты же пачек-пать мне скинешь сегодня. Скинул, скинул. А, пожалуйста, в том варианте, который уже утвержденный. Не вопрос, ладно. Ты, Елене Игладичук, скажи, она выставила каким-то желтым светом. Как она на меня выставляет, чтобы она и на общем выставляла так же. Понятно. Ну вы ей напишите, да и все. У вас же есть скайп-то. Ты как-то тело лучше сказать. Ты знаток, а я-то какой. Да, зачем последненький нам нужно. Ну ладно тогда. Там она еще, я хотел сказать, она... Что-то же... А, чтобы когда она читала стихи, не называла глава стиха. Потом... Ты подскажи это все. Я просто не успеваю. А, ну ладно, подскажу. Аккуратно не обидеть ее только. Все, с Богом отошел. Ага. С Богом. Он посмел уйти от пляшущих дерев и от кипящих маем тел. Все не могу я надевиться, и все девиться буду впредь. Как это так могло случиться, что мог он в мае умереть? К. Фуфанову, 1917 год. Игорь Северянин. Четвертый царств, 13-14. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним и говорил. Отец мой, отец мой, колесница Израиля и кончина его. Владимир Соловьев лежит на месте этом. Сперва был философ, а ныне стал шкелетом. Почему кончина, когда конница его? Колесница Израиля и конница его. Благодарю. Владимир Соловьев лежит на месте этом. Сперва был философ, а ныне стал шкелетом. Иным любезен был, он многим был и враг. Но без ума любив, сам вернулся во враг. Он душу потерял, не говоря о теле. Ее дьявол взял, чего ж его ж собаки съели. Прохожий, научись из этого примера, сколь пагубна любовь и сколь полезна вера. 1892 год, 15 июня. Владимир Соловьев. Евангелие от Луки, 16, 23-24. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возобив сказал, отче Аврааме, умилосердно до мною пошли Лазаря, чтобы он опочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Ибо я мучаюсь в пламени всем. Среди игры, среди забавы, среди благополучных дыней, среди богатства, чести, славы и в полной радости своей, что все сие, как дым приходит, природа к смерти нас приводит, воспоминай, о человек, умрешь, хоть смерти ненавидишь, и все, что ты теперь не видишь, исчезнет от тебя навек. Покинешь матерню утробу, твой первый глаз есть гром, есть горький стон, и исходя от селька гробу, исходишь ты с теня и вон. Предписано то смертных части, чтоб ты прошел беды, напасти, и разный мира суеты вкусил бы горесть ты, сладость, печаль, утеху, грусть и радость, и все бы то окончил ты, во всем на свете семь премена, и все непостоянно в нем, и все составлено из тлена, не зрим мы твердости ни в чем, пременной естество играет, оно дарует, отбирает свет, Только образ колеса, не грянет гром, и ветер не дохнет, земля падет, вода иссохнет, и разрушатся небеса. Зри, как животных гибнут роды, на собственный свой род возри, возри на красоты природы, и коловратность разбери. Зимой слуга, покрытый снегом, река спрягается с обрегом, творя из струи крепчайший мост, прекрасны благовонны розы, едины оставляют лозы, и обнаженный только грозд. Почтем мы жизнь, и свет мечтою, что мы не делаем, то сон, живем, родимся с суетою, из света с ней выходим вон. Достигнем роскоши, забавы, великолепия и славы, пройдем печаль, досаду, страх, достигнем крайнего богатства, преодолеем все препятства, и после превратимся в прах. Умерим мы страсти и пылания, О чем излишне нам-то жить? Оставим лишнее желание, Не вечно нам на свете жить, От смерти убежать не можно, Умреть и смертным неотложно, И свет покинуть навсегда. На свете жизни нет милее, И нет на свете смерти злее, Но смерть последняя беда. 1761 год, А.П. Сумароков. 2 Царств, 13, 28, 29. А Виссалум же приказал отрокам своим, сказав, Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, Поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказываю вам, Будьте смелы и мужественны, И поступили в отроки Авиасалона Амноном, как приказал Авиасалум. Тогда встали все царские сыновья, Сели каждый на мула своего и убежали. Пауза. Пару минут. Там надо было сказать, 63-й год, а ты сказал 61-й. Так ты ушел, Сергей? Нет еще. Начитывает 11 человек. Самый продуктивный ты. И самый засохший тоже ты. Ты где-то уже около 50 роликов не выставляешь. Выстави их по 10-12 штук, не больше. Делай прокладку и снова. Выстави сегодня все по сегодняшний день. Чтобы не потерять. Вы уже говорили про это? Да, говорил. Ну, я слышал. Я же сказал, я услышал. Ну ладно, сейчас-то слышал. Услышал. Да, который последний был у тебя последний. Все, отошел. Который я уже взял. За ним уже туда дальше не надо идти. Ты сказал так. А теперь дальше, которые идут. Дня за 4 или за 5. Выстави сегодня. Ты самый продуктивный на чтение. Повторяю. А еще раз. А еще раз. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...